Эту программу транслирует компания Ситивизор. Полный Альбат. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». 20 часов и почти, ну да, 4,5 минуты. Я Евгения Альбат, и я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших неделей, месяцев. Последняя неделя у нас проходит под лозунгом «Что бы еще такое запретить?». Госдума одобрила в первом чтении закон о запрете аномайзеров и VPN-ов для обхода блокировки разных сайтов. Государственная Ростелеком объявила, что с 1 июля будет ограничивать скорость безлимитного домашнего интернета 64 кбитами в секунду при потреблении более 1 терабайта трафика в месяц. Почему? Зачем? Ничего не понимает. Как зачем? Сейчас, секундочку, Антон. Узнаем дальше. Роскомнадзор собирается заблокировать местных телеграмм. И кажется, вполне серьезно намеревается это сделать. Если, конечно, Павел Дуров, создатель ВКонтакте и Телеграма, не согласится передать российским спецслужбам коды, которые позволят им наблюдать за нашей перепиской в Телеграме. Наконец, американцы заложили в наши сети какие-то кибербомбы, которыми управляют удаленные, могут их запустить в любой момент. Короче, кругом какая-то беда и спрятаться некогда. Вот об этом мы будем говорить в студии «Эхо Москвы», где, значит, я попрошу представиться в моих гостей. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Руслан Юсуфов, директор по работе с частными клиентами компании «Групп Айби». Очень приятно. Добрый вечер. Антон Носик, осужденный по 282-й экстремистской статье за выступление в этом эфире, в этой комнате, блогер-журналист. Так. И по скайпу у нас господин Синодов. Вы меня слышите? Да, слышу. Представьтесь, пожалуйста. Юрий Синодов, издатель, основатель сайта «Роем.ру», российский интернет-бизнес. Отлично. Сейчас, наконец, меня услышит звукорежиссер и попросит, чтобы мне принесли раскладушку из аквариума. Она лежит там на столе. Из аквариума, в смысле, БГ. Да-да-да, из аквариума БГ. Я хочу спросить своих гостей, всех, кто участвует в сегодняшней передаче. Каждому вопрос. Телеграм запретят, Руслан? Ну, мы же не гадалки и не экстремисты. Не-не, в нашем отечестве уже ничего другого не остается. Запретят, да или нет. Не уходите от ответа. Ну, вот Жаров обещал, что запретит. Вы верите ли? Ну, давайте мы подождем свершившегося факта. И, может быть, нам, я бы предложил, не гадать, не угадывать запретят или нет, а, в принципе, поразмышлять, а чем вызвано такого рода решение. И почему вообще мы... Извините. Вот сейчас, в 2017 году, дискутируем на тему запрета мессенджеров. Да, действительно, почему? Почему это, да. Ну, вот, вы знаете, я когда ехал сюда к вам, и очень рад находиться здесь с вами, я размышлял... Мы просто, мы работаем в группе Айби, мы каждый день боремся с киберпреступностью. И мы знаем, какая это агрессивная среда. Мы уже 14 лет занимаемся расследованием компьютерных преступлений. Я размышлял, вот, какие мы можем привести примеры из реальной жизни, в которой каждый из нас существует, для того, чтобы попробовать эту дискуссию из вот плоскости, в которой она есть, переложить, ну, на что-то обывательское, такое понятное нам. Понятные люди. Да, и я подумал, вот, когда я прихожу в аэропорт, для того, чтобы, там, сесть на самолет и благополучно долететь туда, куда мне нужно, я прохожу через рамку металлоискателя. Затем у меня, там, просят паспорт посмотреть, ну, и, там, сканируют у меня чемодан. Очевидно, что это, вот, какое-то ограничение моего комфорта, наверное, даже каких-то свобод моих, но это, вот, некий такой общественный договор. Мы согласились с тем, что это нужно для того, чтобы предотвратить определенные негативные последствия. Гениальный пример. Да, и все мы проходим эту рамку, садимся, и дальше я хочу выбирать... То есть вы хотите сказать, что и давайте будем пользоваться Телеграмом, только все в нем будет открыто? Давайте пользоваться Телеграмом... А не хочешь пойти в ФСБ и прям задаться? Ну, в общем, почему вы... Не, ну, это... Хорошо, Антон носит. Гениальный пример абсолютно. Руслан привел классический гениальный пример, обожаемый мною, как постоянным клиентом аэропортов. Давайте вспомним. Континент Европа называется, да? Есть два города, в которых вы в аэропорт попадаете через рамку, стоите в эту мерзкую очередь и прозвечиваете в багаж. Два города. Это Москва и Истамбул. Это взорванная Домодедово и это взорванный Ататюрк, да? Есть два города. В Париже нет этой рамки. В Тель-Авиве со всеми мерами безопасности нет рамки на входе в Бангарион. Нету в Лондоне на входе в Хитроу, нету в Лондоне на входе в Гетвик, в Стенстадт, в Лутон. Нету рамки на входе. Рамка на входе есть только у Москвы и у Стамбула. И это те два аэропорта, которые взорвались за последние 10 лет. То есть это пример той секьюрити, которая не работает, зато она создает массу неудобств. Бесполезно. Массу неудобств создает. Не защищает никого. Расскажите жертвам терактов Домодедовой в Ататюрке, что эта рамка их спасла. Она их не спасла, они погибли. Да? Эта рамка, она кормит какое-то количество паразитов и спецслужб. Да? Эта рамка, при ней есть штат, при ней есть жалование, при ней есть должностной рост, при ней есть бюджет, при ней все есть. Только нет безопасности, понимаете? А в Венгарионе безопасность есть. Ее не обеспечивает рамка. Ее обеспечивает то, что мы, израильтяне, понимаем, что мы не хотим взорваться. Поэтому мы делаем все по-умному. А рамка это тупо. Это у турок тупо. Антон, давайте только мы не будем сюда уходить. Все-таки вы мне ответьте коротко на вопрос. Я хочу, чтобы это тоже ответил и Синодов. Телеграм закроет? Нет, конечно. Нет, вообще нет. А Юрий Синодов? Я тоже думаю, что не закроют. Не закроют. Поразительно. Потому что... Объясните. А когда завел наш друг Рамзанка Дыров, завел телеграм себе, публичный канал, он первое, что написал, теперь я тут, его не закроют. Пока я здесь, не закроют телеграм. Это написал Рамзанка Дыров. Все, я Рамзану, я верю, он мужик. Юрий Синодов, вы думаете, закроют? Я думаю, что нет, не закроют. Я думаю, что мы наблюдаем процесс некого торга. Даже не диктатуру закона. Я сегодня колонку написал, а диктатуру. Как бы сказать, да. Басокорушки, получается. Соображений. Диктатура соображений. И есть соображения, что с Дуровым надо поговорить именно таким образом. Разговаривать таким образом точно так же, как с ним разговаривали, когда он покатал милиционера на капоте. Тогда чего-то хотели, сейчас чего-то хотят. До чего в итоге договорятся, мы не знаем. Блокировка, если бы она была кому-то нужна, никто бы не ходил бы и не говорил. Два с ниточкой, два с иголочкой, как в детском саду делают. Заблокировали бы и заблокировали. Точно так же, как произошло с линкадином буквально за один день. Не разговаривали с линкадином никто. Абсолютно точно, Юра говорит. Абсолютно точно. Когда хотят прихлопнуть, прихлопывают. If you wanna shoot, shoot. Don't talk. Как говорил герой Лайя Волок. Если вы хотите выстрелить, то вставляйте и не разговаривайте. Не надо, бла-бла. Объясните мне, пожалуйста, вот то, что у нас WhatsApp, даже про это никто и не говорит, что его могут закрыть. Это значит, что WhatsApp сдал... Нет, он принадлежит Facebook. Это политический вопрос закрытия Facebook в России. Это политический вопрос, один человек может решить. Путин его фамилия. Путин не сказал закрывать Facebook. Поэтому ходим на цирлах. Так, а сигнал? Я говорю все о мессенджерах. Жень, масштаб. Масштаб. Вот есть вопросы о компетенции Жаров. А есть вопросы о компетенции Путина. Про сигнал могу сказать коротко. Я наблюдал, как несколько человек, моих знакомых, начинали им пользоваться. Через несколько месяцев они оттуда выкидывались, как неактивные пользователи. Сигналом пользуется очень малое количество людей. Но вы знаете, Юрий, вот я внимательно слежу за тем, что пишут по этому поводу Шноуден. И когда шла дискуссия у Сноудена в Твиттере по поводу того, какие мессенджеры лучше защищены, хуже защищены, то Сноуден на первое место поставил сигнал. Пользователи не волнуют защищенность мессенджеров. Абсолютно. Это Дуров мне сказал. Защищенность – это миф, сказал мне Павел Варевич Дуров. То есть как, да, это миф. Это, конечно. Главное – это доступность и удобство. Я жив, например, полгода в регионе, где недоступны многие сервисы Гугла, ими там никто не пользуется. Называется Крым. И ничего. Никто не умеет. Пользуется Яндексом. Абсолютно. Вы знаете, каждому свое. Кому-то стикеры нужны красивые, он пользуется одним. Круто, а не супер. Кому-то нужно удобство, кому-то нужна командная работа. Там есть свой мессенджер. Кому-то нужна безопасность и возможность передавать сенситивную переписку по защищенному каналу. И для каждого это же… Каждый голосует рублем. И скачивает свои по вкусу. А вы знаете, что мы с Дуровым обсуждали за полгода до того, как он запустил Телеграм? Да. Медленно мессенджи уходят. Медленно. Во ВКонтакте медленно мессендж уходит. В Фейсбуке медленно мессендж уходит. Надо сделать быстрее. Я говорю, Павел Валерьевич, вы что, миллисекунды считаете? Он говорит, да. Я говорю, Павел Валерьевич, а нахрена вы их считаете? Люди не сознают этого. Но если я им сделаю 15 миллисекунд вместо 50, они на это подсядут. Я говорю, ну правда, Павел Валерьевич, ну не бывает такое. Бывает такое. Вот я сделаю, вы увидите. Он сделал, я увидел, да. В Телеграме, когда ты печатаешь, он тот уже на том конце видит, что ты печатаешь. По-моему, Ватсап работает точно так. Так, конечно, у дурова все очень быстро. Если вы будете иногда выезжать в Московскую область, я там сейчас часто бываю, и пользуются интернетом в зоне покрытия Эдж, то вы увидите, что вы не можете... В зоне покрытия чего? Эдж. Это самая низкоскоростная сеть, естественно, вы увидите, что единственный мессенджер, который вы можете пользоваться, это Телеграм. Все остальные выжатся, взлететь не могут. Потому что слабый интернет? Потому что интернет такого качества, что они не работоспособны, а Телеграм работоспособен в таких условиях. Очень интересно. Он знал, что делал. Вот он знал своего брата Николая, да? Он популярен в арабских странах, потому что там интернет не очень хороший. И для общения можно использовать только Телеграм. Это не потому, что он такой популярный, не потому, что его любят террористы, а потому что там связь плохая. А он очень хорошо работает на плохой связи. Понятно, очень интересно. Да, это импрод. Теперь, вот, у меня к вам вопрос, к вам, Руслан Юсуфов и к остальным. Объясните, а зачем они пытаются VPN запретить? Зачем они хотят помешать мне смотреть фильмы на Амазоне, например, да, Антон, или еще где-нибудь? Нет, ну, Жень, ну, это, как, знаете, был указ Ельцина гениальный про криптографию. Вы помните, в 90-е годы Ельцин принял указ, что не запрещается людям общаться таким образом, чтобы ФСБшники не могли понять, что они говорят. Ельцин, Борис Николаевич, наш демократ великий, но он же не вникал, он подписал, он принесло ФСБ, он подписал. Но был указ Ельцина о криптографии, запрещающий людям пользоваться шифрами, которые ФСБ не может расшифровать. Одним из таких шифров, Жень, является иврит. Ты говоришь на иврите, ФСБшник тебя прослушает, не может понять, что ты говоришь. Это запретил Ельцин указом номер 443 от 94-го года. Ну, Ельцин подписал, он не читал его, да, он подписал, но был такой указ, понимаете, предел идиотизма не положено. А иврит сложный язык? Иврит очень простой язык, безумно простой, я вас за три недели могу научить ивриту так, чтобы вы будете моим прозу писать. Но, но, выделить ФСБшника, понимающего иврит, это больше ресурс, чем... У меня была с этим история, только что на 19 серебряной дождь, когда я поставил ивритскую песню и посвятил ее Владимиру Владимировичу Путину. Дня через четыре появился первый слушатель, который понял, что в этой песне не так. Не потому что песню могу вспомнить, только одну песню могу вспомнить. Какую? Иерусалим золотой, да? Нет, не, 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 мы не про это собрались говорить. Я понимаю, да? Видите уже. Так, все-таки, у меня к вам вопрос. Скажите, все-таки, а вот какой смысл запрещать ВПР? Ну, давайте, я бы поговорил с точки зрения, наверное, компьютерной экспозиции компьютерного криминалиста. Не, опять же, не гадалки, не фантазера, да, зачем это кому-то нужно. А вот, если говорить по Телеграм, мы абсолютно четко видим там каналы и группы, которые занимаются торговлей информацией. Там идет вербовка в запрещенные различные организации. Мы это видим, и мы это... Какие? Ну, те, которые запрещены в России. И вы знаете, вот, Руслан, нам будет интересно узнать, что по данным источников Эхо Москвы, в Телеграм ни разу не обращались ФСБшники, не запрашивали никаких данных по поводу групп, там всяких экстремистских, которые находятся. По всякому случаю, в последние полгода этого не происходило. Ну, опять же, за ФСБшников мне очень сложно отвечать, и даже не хочется, пусть они сами, наверное, как-то. С нашей стороны периодически поступают запросы и закрытие кардерских групп, это те, которые торгуют кредитными карточками и доступами к банковским счетам, и распространителями вредоносного ПО. Ну, в этом смысле Телеграм очень тяжело реагирует на эти запросы. Видимо, это связано вот с политикой всеобъемлющего такого... Не вмешается. Да, поэтому, наверное, эта ситуация, она гораздо комплекснее, чем просто вот есть Телеграм, его нужно закрыть. В принципе, есть много других каналов коммуникации. И когда некоторое время назад заговорили там о том, что наркотики в интернете есть, оказывается, очень много наркотиков перешло в Даркнет, и там гораздо сложнее искать. И преследовать операторов и распространителей. Поэтому, ну, надо осторожнее к этой ситуации подходить. Во-первых, комплексно решать задачу. Понимаете, я боюсь, что вы полагаете, что мы вот тут сидим и думаем, как бы вам, Руслану Юсуфову, и вашей компанией групп IB, вместе со всеми ФСБ, ГРУ и так далее, облегчить жизнь. А почему вы? Мы не про это, мы совершенно, мы ведь совсем не про это. Понимаете, у нас разные, как бы, так сказать, задачи. Вы нам не хотите облегчить жизнь, но и мы совершенно, не потому что мы к вам плохо относимся, но просто ваша работа ловить террористов, наша работа использовать достижения цивилизации для самых разных целей, в том числе для поиска информации, для общения, для общения без догляда, для использования секрет-чатов, если надо, и так далее. Вот я о чем говорю. Поэтому, понимаете, нет, просто вы начали с того, что вы, как специалисты по киберкриминалистике, у вас возникают проблемы с добыванием информации у Телеграма. А я и вам на это говорю, а почему вы решили, что у вас должна быть какая-то упрощенная жизнь? Вы, знаете, простые решения, они, как известно, самые простые, как гильотипы. Ну, мы успешно решаем задачи без облегчения нашей работы. Это просто требует дополнительных усилий и усложняет процедуру. Ну, я думаю, вы за это берете соответствующие деньги. Разумеется. Я бы, наверное, не ставил нас в одну линию с теми уважаемыми организациями, которые вы назвали. И все-таки наша задача не террористов ловить, в первую очередь, да, хотя и в этом мы тоже обеспечиваем всяческое совестие, когда это касается компьютерных и кибервопросов. Наша задача, в первую очередь, ловить компьютерных преступников. И мы знаем, как работает киберпространство, как себя там ведут основные действующие лица, и по каким каналам они взаимодействуют. Ну, возможно, там, завтра закроют Телеграм, они перейдут куда-нибудь в другое место. И поэтому я и призываю подумать об этой задаче как о комплексной. И, ну, наверное, там преследуются. Я надеюсь, что преследуются благие все-таки цели, вот, связанные с этими активностями. Очень надеюсь. И все. Ну, ответ на ваш вопрос элементарный, просто. Объясните. В 2012 году был принят 139 ФЗ, закон о блокировках. Его вносили представители четырех фракций. В частности, фракция «Справедливая Россия» его вносил, помните кто? Илюшка Номарев. Единственное, что был залп против анализа Крыма. Значит, ну, потому что есть... Теперь иммигрант. Теперь иммигрант. Есть причины, по которым он это вносил. Да, есть у него семья, есть у него папа, он торгует оборудованием, которое по 139 ФЗ положено теперь ставить. Да, то есть, есть причины, по которым Илюша подписался под этим кошмаром. Значит, внесли 139 ФЗ. Закон о блокировках. Но с этой минуты началась ржака эпическая. Да, потому что все заблокированные сайты, про которые мы все с вами писали, рассказывали, они получали в 10 раз трафик. Потому что из-за того, что они заблокированы, про них рассказала там Рея Новости, про них рассказала Лента.ру, да, и тут же народ ломанулся. Грани.ру не имели посещаемости, ну, практически никакой. Когда их заблокировали, все побежали читать, что это такое. Не надо, мы все любим Грани.ру. Мы очень любим Грани.ру, и Володю любим, и Юлю, и вообще, как бы, конечно. Но с трафиком там было экспонентов просто. Они взлетели просто в 10 раз из-за того, что их заблокировали. Как только ты говоришь блокировка, ты превращаешься в посмешниче. И тут абсолютно не важна твоя фамилия, при этом Володин или Порошенко. Потому что одинаковый ты клоун и цирковой. Поэтому матрас партизан Железняк, внесший тоже 139 ФСЗ от Единой России, сказал в 12-м году, а дальше мы примем закон о запрете анонимайзеров. Потому что иначе это все не работает. Все то, что мы здесь напринимали, не будет работать, пока мы не запретим VPN, сказал матрас Железняк. И 5 лет прошло, но все эти годы его уже выносят, уже там чуть ли не закапывают. Подождите, но Антон, вы мне сказали, что они действительно все это запретят? А как это можно сделать? Жень, это я вам повторяю, 443-й указ Единой. Запрещено говорить такими словами, чтобы ГБшник не понял. Вот анонимайзер это такое слово, которое ГБшник не понимает. Запрещено вам выдавать себя за другого пользователя. Как? Здрасте. Вот если вы хотите мне представиться Евгении Марковной, вы представитесь мне Евгении Марковной. А хотите Женей? Представитесь Женей. А вдруг закон? Вы не имеете права представиться Женей. Понимаете, это чушь, это бред. Закон о запрете анонимайзеров это нонсенс. Потому что анонимайзер это просто один из узлов сети. Невозможно ходить в интернет без хопов. Вы до любого сайта доходите через 30 хопов. До любого. До CNN, до Lent.ru, до Kremlin.ru. Вы доходите через 30 хопов. Каждый из этих хопов является прокси-сервером. Каждый из этих хопов несет ваш пакет от точки А в точку Б. Как это запретить? Это так интернет, архитектура устроена. Понимаете? Вы идете хопами. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А анонимайзер это просто еще один хоп. Как можно запретить хоп? Юра, что скажете? Я был на обсуждении с юристами на мероприятии РИФ плюс КИП весной этого года, в апреле, когда обсуждался закон об анонимайзер. В цели этого закона озвучивалось снижение аудитории людей, которые находятся в России на сайте запрещенной в России. О полном запрете речи не идет, знают, что закон не будет работать на 100%, но чем выше сопротивление, тем меньшее количество людей заходит на те сайты, которые считаются у нас вредными. А скажите мне, что будет тогда с опера, у которых встроены VPN? Яндекс.Браузер тоже имеется. Я не знаю. Это зависит от права применения, опять же, в силу того, что у нас не диктатура закона, а диктатура соображений. Какие будут соображения, так все и произойдет. Юр, а как обходить-то это? Пользоваться непопулярными VPN-ами, потому что стоит задача, описывается как снижение аудитории, соответственно, непопулярные VPN-ы никого не заинтересуют. Я предполагаю, что платный VPN-доступ, которых на рынке достаточно много, будут блокировать, никто не будет, потому что аудитория там маленькая. Я пока живу в Крыму, я пользуюсь платными VPN-ами, у меня еще осталось. Хорошо, спасибо. Это, кстати, более безопасно, потому что, если вы вспомните, человек по фамилии Богатов, который держал у себя ноду Торн, есть такой сервис бесплатный, холла с восклицательным знаком, он на бесплатном уровне, свой трафик, ваш трафик, который вы маскируете, он может его передавать через Америку, но точно так же он какой-то трафик американского, я не знаю, например, юдофоба, шовиниста, террориста, может засылать через ваш российский сервер, когда вы пользуетесь холлой для маскировки себя, и он тем самым может подставлять вас, например. Еще раз, как холла, прямо H-O-L-O, да? Да, 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 привет на испанском. А, холла, одно L? Ола. Одно, Ола. Ну, потому что там непроизносимо H, но чтобы люди знали, что писать надо холла и восклицательный знак, правильно я понимаю? Нет, не надо, все, 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 понял, значит, спасибо, это... Позволите, я вас предостерег от использования бесплатных сервисов, потому что надо понимать, что сервис бесплатный, ну, за ним стоят какие-то люди, которые, наверное, хотят каким-то образом монетизировать ваше присутствие там. Вот недавно аналитики провели исследование всех VPN-сервисов, которые сейчас в Google Play есть, и оказалось, что процентов 20 из них, они так или иначе связаны с вероносной активностью. То есть, пользователь скачивает себе VPN для того, чтобы обходить... Ну, не знаю, это маловер. Ну, вот что такое VPN? Выпускает... Вероносность не так страшна, как то, что тебя могут посадить, как мне кажется. Посадить? Ну, еще, я не знаю, что значит посадить, но, на мой взгляд, основная проблема в том, что вы через какое-то третье лицо, неустановленное, пускаете свою информацию. Да, Медведев на этом налетел, из-за того, что Медведев подпускал свою информацию через Wi-Fi в кафе рядом с администрацией президента, который маскировался под Wi-Fi этого кафе. А на самом деле он был Wi-Fi, амшалтай болтая. И так у него высосыли все свои режимы. У меня большое количество бизнесменов. Не вся администрация президента, вся до единого. Медведев, Дворкович, там... Вот все, кто там был в этом кафе, все пропускали свой трафик через... Очень интересно. Это очень смешно, правда. Вот поэтому осторожнее просто относитесь к тому, кому вы доверяете свою информацию. VPN – это третий лицо, через который вы пускаете свой трафик. Интернет в кафе бесплатный. Да, там рядом может сидеть или какой-то товарищ с ноутбуком, который все это себе собирает. Точняк. И вот так они и делают. А в интернет-кафе вы должны защищаться ВПРНом. А в ВПРНом вы должны защищаться чем? 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 Юра, Юр, чем защищаться? Чем защищаться? Это смешно. Ну, то есть, реально, нечем защититься. Чем больше у вас составляющих, инфраструктуру, которую вы пользуетесь, чтобы что-то писать, тем больше шансов, что какую-то информацию сольют. Сейчас. Юра, сделайте паузу, мы должны уйти на новости и рекламу. А потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы». Полный Альбат. Полный Альбат. 20 часов и 35 минут. Здесь, в студии «Эхо Москвы». Мы обсуждаем, что нам еще запретят. Поскольку в последнее время, когда вопрос заходит об интернете, то все исключительно в категориях, что запретить и когда. Здесь в студии «Эхо Москвы» блогер Антон Борисович Носик, Руслан Исуфов, директор по работе с частными клиентами компании «Групп Айби», специалист по компьютерной безопасности. И по скайпу у нас Юрий Сергеевич Синодов, главный редактор портала «Роин.ру», интернет-жаснователь. Сейчас не главный редактор. Как не главный? Ну, не главный редактор. Как не главный? Делаем, пишем, не главный редактор. А кто главный-то, Юрий Тейс-5? Сугив Лонкин. Давайте я коротко скажу, как сливается информация и почему ФБР ничего не запрещает, а у нас все запрещают. Информация, которую вы публикуете, может сливаться многими путями. Это очевидно. То есть, во-первых, провайдер VPN, провайдер Wi-Fi, провайдер домашний, дальше ваша операционная система, клавиатура вашей операционной системы даже, ваш браузер. Элементов всех этих очень много. И у нас контроль за всеми этими элементами. Никто ничего в ФСБ не стучит. Но почему же все-таки, например, в Штатах не запрещают? Был интересный случай. Наверное, вы про него слышали. Автор журнала Нью-Суик, если я не ошибаюсь, который звали Эйхенвальд Курт. Он не только автор журнала Нью-Суик, но и вообще известный автор. Он по национальности еврей. Я так понимаю, что на почве антисемитизма ему прислали картинку через Твиттер, вызывающую эпилептический припадок у людей, которые страдают от фотосенсорной эпилепсии. У него случился припадок, был конкретно причинен вред здоровью. Твиттер, AT&T, кто-то еще из крупных сервисов слили в ФБР абсолютно все данные, которые у них были, IP, время и местоположение. Они нашли, где этот человек купил одноразовый телефон на бензоколонке, взяли оттуда камеру наблюдения, нашли этого человека, арестовали, сейчас судят. Что происходит, если ФСБ приходит к Твиттеру и что-то у них просят? Ничего. Что происходит, если ФСБ приходит к НТРСу? То же самое, что и когда ФБР приходит к IT&T. То есть ФСБ, на мой взгляд, просто хочет иметь те же самые возможности, которые есть у ФБР и ОНБР. Поскольку западные сервисы не горят предоставлять, они пытаются асимметрично действовать и получить эти возможности, заужая у злонамеренных пользователей те возможности использовать тех сервисов, с которыми ФСБ не работает. Мне кажется, как-то так это устроено. То есть вы хотите сказать, что западные мессенджеры или западные сети значительно более лояльны по отношению к своим спецслужбам, чем к ФСБ, так? Российским. Ну да. Жень, ну это абсолютно... Ну это же их раздача. Абсолютно так и есть. Я думаю, что если мы получим запрос ВКонтакте, получат какой-нибудь запрос от ФБР, они вот там в рамочку и на стеночку поездят, и будут приятелям показывать. Ну как бы... Сорить дизайн нас заметят. И все. А фактическая работа будет, не будет? Ну, собственно, вопрос. Если можно будет с этого получить какие-то плюсы по службе и сверху скажут, ну давайте с ними поработаем, то, наверное... А так сходу, естественно, никто ничего не ответит. Конечно. Юрий поднимает очень важную... Руслан Ньюсов. ...очень важную проблему взаимодействия правоохранителей по всему миру. Ведь интернет – это транснациональное, трансграничное явление. И преступления, которые происходят в киберпространстве, они, вот как Антон рассказал, происходят через несколько разных узлов. Да, там люди могут иметь одно гражданство, жить в другой стране, атаки совершать через третью страну какую-то. Поэтому, ну, очень важно сотрудничество правоохранителей, судебных органов. Ну и, наверное, если уж задуматься в идеальном мире, наверное, эти вопросы, они решаются на наднациональном уровне. Да. Вот я вот вам скажу. Я был должностным лицом в Рамблере, а потом я был должностным лицом в Супе. Я был тем человеком, к которому приходили силовики и просили сделать выемку информации. Знаете, что их интересовало? Кто трахает мою жену? Сколько денег на счету у моего соседа? Что вот этот вот Фуцин странный тут смертешится? Да, вот давайте посмотрим его имейл. Они только, только все запросы, которые я получал, там не было ни одного запроса по преступлениям. Там были чистым в виде злоупотребления. Все запросы, которые я получал, как генеральный директор Рамблера, наш юрист, их Сухарев, его фамилия, он жив, я надеюсь, и здоров. Он все отклонил, до единого, потому что они все были немотивированы. Антон, знаешь, он из-за того, что те запросы, которые были по преступлению, ты про них не имеешь права сейчас рассказывать? Нет, так не было ни одного, знаешь. Не имею права, не имею права. Кто тратит мою жену за прозвольство времени. А вот какой-нибудь преступник, там была новость одна, что вот киллера выследили благодаря тому, что он заказы принимал через почту Рамблера. Так вот, это было дома его прихода в Рамблер, то есть, соответственно, в прошлом тысячелетии. А вот все примеры, с которыми я сталкивался, были злоупотребления. Люди пытались получить, благодаря тому, что у них есть погоны, они пытались получить доступ к переписке людей, которые их интересовали по криминальной нужде этих силовиков. Но это были благословенные годы. Ты же читал, наверное, я тоже с этим сталкивался. И даже СИЗОВ из генпрокуратуры вынес представление ФСБшникам о том, чтобы они так не делали. Но они так делали. Попробуй, пожалуйста. Поэтому, именно потому, что они делают так, а ФБР ловит реальных педофилов и наркоторговцев, поэтому наши правоохранительные органы и американские не могут найти общий язык. Потому что наши правоохранительные органы являются криминальной структурой. Вы помните, вот был Горшков, да, хакер? Хакер Горшков. Его позвали на работу в США. Да, он, естественно, развесил уши и приехал. И его принял ФБР. Потому что это ФБР, таким образом, его выманивало за киберпреступление, которое он совершил на много десяток миллионов долларов, он там наворовал. Да, его ФБР предложил ему работу, он приехал в США, его там арестовали. Значит, ФБР избавил Россию от очень опасного преступника. Что сделало ФСБ? ФСБ возбудило уголовное дело по факту похищения человека. То есть, ФСБ абсолютно выступило с Горшковым одним фронтом, с преступником. Потому что ФСБ это преступная организация. МВД это преступная организация. Руслан не даст соврать. У каждого киберпреступника, которого вы знаете, есть либо ментовская крыша, либо ФСБшная крыша. Шалтай-болтай это кончик айсберга. Маленький кончик. У каждого хакера, который не сидит, есть куратор. Либо в ФСБ, либо в управлении КМВД. У них есть крыша. Когда мы воюем с какой-нибудь Эстонией, по поводу бронзового солдата, эстонские сайты вырубают правительственные, вырубают хакеры патриотические. Им за это ничего не будет. Это 273 статья, согласитесь. Вырубать эстонские правительственные сайты. Класть эстонский пенсионный фонд. Это уголовка чистая. Ни одного дела. Ни одного дела. Мы гордимся. Мы покажем по телевизору, что мы вырубили эстонские сервера. Мы их на знамя поднимаем. Потому что хакеры у нас, криминал, сращен с МВД и ССБ полностью. Вы можете расследовать сразу ФСБ. Вы можете не отвлекаться на эти квоты Шалтай-болтаев. Потому что над ними генерал сидит, который им дает задание. Генерал ФСБ сидит и дает задание Шалтаю-болтаеву. Руслан Несуфов, вы хотите что-то возразить Антону Носику? К сожалению, не могу вам оппонировать. Вот в этой плоскости у меня нет данных, какой генерал сидит. Вы гугли еще, найдете. Там разные есть домыслы. Я могу вам привести конкретные примеры. Нет, они арестованы. Это не домыслы. Им объявление приедет. Я читал некоторые статьи, очень интересный материал. Хочу привести пример в поддержку наших коллег из МВД. Недавно мы анонсировали арест совместный. Такой был совместное сотрудничество МВД и группой ВИ. Мы поймали, вот месяц назад анонсировали группировку, которая заразила миллион смартфонов российских граждан. И они вывели как минимум 50 миллионов рублей через онлайн-бэнкинг. Произошло это в конце прошлого года. В этом году закончилось сейчас расследование. Мы можем об этом публично заявлять. Там аресты были сразу в шести регионах. И здесь, ну, я могу, наверное, такими кейсами с вами поделиться. Мне очень жаль, что у вас такой опыт. Особенно те примеры, которые вы привели, они, конечно же, абсолютно неприемлемы, на мой взгляд. Но есть хорошие варианты сотрудничества и кейсы сотрудничества правоохранителей и частного сектора, которые помогают ловить преступников, срать их в тюрьму. Но вот те хакеры, которых мы привлекли за 14 лет работы, мы провели более 100 расследований международных преступлений. Эти хакеры, по последним данным, там, статистика какая-то ведется, в 26, по-моему, странах уже сидят. Знаете, почему частное партнерство настолько хорошо работает? Потому что есть такая вещь, как подследственность. И она имеет отношение, в том числе и к делам, совершаемым в интернете. Если вы придете в Казани, жаловаться на то, что у вас через интернет кто-то увел там 20 тысяч рублей, в процессе разбирательства выяснится, что хакер находился где-нибудь в Санкт-Петербурге, то дело перекочевывает в Санкт-Петербург. После чего, естественно, местные, у которых там свои дела, они начинают говорить, что зачем нам вот это вот исказание прислали, кто этим будет заниматься, как этим всем будет заниматься. У нас, к сожалению, специалисты, которые должны устанавливать причастных, виновных, и их искать и сдавать в руки следствие, а потом сюда, они, к сожалению, размазаны тонким слоем по всей стране. И все интернет-преступления, к сожалению, расследуются в каждом регионе отдельно. Я считаю, что это не очень правильно. Окей, можно я задам вопрос? Да, конечно. Все-таки, скажите, пожалуйста, вот последнее еще. А с чем связано ограничение трафика для домашнего интернета Ростелекома? Это связано с пакетом мировой? Ну, не с этим, с жадностью. Это коммерческая компания. Объясните, что это такое, почему? Нигде в мире нет без лимита. Заметно, где можно пройти. Скорее всего, кто-то из менеджеров посидел, посмотрел, стоит задача там наращивать эффективность на 1% в месяц. Других идей у него не было. Он обнаружил, что есть 0,2% юзеров, на которых приходится, допустим, непропорционально большое количество... 40% в соц. рафиках, потому что они сидят точкой торгов. И им показалось, что здесь они вот сейчас помогут решить всю эту проблему. Я думаю, что это экономическая история, потому что суперпопулярные ноды, торгов, они, в общем-то, не прокачивают такого количества афика, как какой-нибудь хитрый, живущий рядом с Москва-Сити человек, который у себя в окне поднял Wi-Fi и продает его соседям по бизнес-центру, допустим, там по 2 тысячи рублей в месяц. Поняла, спасибо. Спасибо. У нас совсем мало остается времени, простите. Все-таки мне хочется вот это расследование газеты Washington Post, да, большое расследование, которое было опубликовано в пятницу. У нас на сайте New Times есть изложение этого на русском языке, если вы не прочитали, это очень интересно. Оно основано на данных многочисленных разведок США, их там очень много. И, в частности, там говорится о том, что в ответ на кибератаки, как предполагается со стороны России, которые, как утверждает это расследование, происходили не только с ведома, но и с указаниями и руководством непосредственно Путина, так вот, американцы имплантировали в наши сети некие кибербомбы. Вот, Руслан, к вам как раз вопрос. Что за сети имеется в виду, что за кибербомбы и как это все работает? Вот имеют те же данные, которые вы прочитали. Не, ну хотя бы, что это такое? Ну объясните. Про кибербомбы. Ну, наверное, речь идет о каком-то вредоносном программном обеспечении, которое стоит в каких-то сетях. В каких сетях? В каких-то различных. Но если американцы хотят нам осолить, в смысле российскому государству. Да, просто ли ком они положат это, например. Ну вот, они что-то уже положили. Дело в том, что это уже сделано, как... Жень, Жень, это жанр, мы его знаем. Это Трамп бэшинг. Это любая ложь про Трампа принимается на ура. И любая ложь про то, какой крутой Барак Обама принимается на ура. Барак Обама импотент и лузер. Который проиграл все войны, в которые он вмешивался. Антон, давайте мы не будем с вами спорить по поводу Барака Обама. Я к нему отношусь совершенно по-другому. Я понимаю. Так вот, Вашингтон-Пост прославляет Барак Обама выигрышу в войну. Когда, по фактам, на территории, он ничего кроме убийства американского посла в Ливии не добился своей рабской весной. Это полностью ложь, Женя. Не заложили никакой бомбы при Барак Обаме нигде. Юрий Синодов, Вы тоже считаете, что никаких киберзакладок, которые могут управляться дистанционно и, значит, в случае, если надо, каким-то образом взрываются в каких-то сетях? Ничего этого нет. Все это фантастика. Я думаю, что возможности этого есть, но то, что они есть и то, что об этом кто-то вообще болтает, вызывает у меня удивление. А что за возможность? Подождите. Вот объясните, что такое в привязке вот эти кибербомбы? Кибербомба, на самом деле, зачастую это не сама по себе кибербомба. Это просто некоторая уязвимость, Zero Day, так называемая, которая неизвестна. Это, скорее, даже набор уязвимостей нулевого дня, которая никому неизвестна, которая позволит в нужный момент загрузить нужный код, скорее всего, вредоносный, и использовать его на сетях вероятного противника. Непосредственно сам код сейчас, скорее всего, никто никуда не заливал. Сейчас просто есть дырки, через которые... Чего-чего? Дырки? А, дырки. Понятно. Можно зайти. И эти дырки, в принципе, они публичные, но поскольку ресурсов на их исследование у США по понятным причинам может быть больше, чем у нас, возможно, что этих дырок США знают больше, чем мы. И, я думаю, никто не хочет проверять, у кого лучше хакеры, кто больше нашел уязвимости в различных системах. А что за сети имеется в виду? Я думаю, что... Это что, это могут быть электросети? Я думаю, что тут нет. Скорее всего, речь идет об информационных сетях, конечно, о роутерах, компьютерах и прочих подобных вещах. Так, спасибо. Руслан Душев. Вся критическая инфраструктура, она сейчас в интернете. Любая электростанция выключена к интернету, любой завод селелитейный, любая дамба... Ну, так в этом же и страх этого дела. Безусловно, в этом страх. Но, вы знаете, на мой взгляд, это абсолютное безумие. Атомные электростанции, например, там сети есть, но они не включены к интернету. Это все-таки, это, в общем-то, известное знание. Да, да, вот по нашему опыту 99% всех преступлений, они мотивированы финансовой выгодой. Кто-то хочет украсть деньги, кто-то хочет украсть информацию, продать ее и так далее. Есть вот этот 1% преступлений, которые можно назвать фактивизмом или кибертерроризмом, когда какие-то группы хотят высказать свою социальную позицию и навредить. Делать дефейс, вешивать свою страницу. Делать дефейс или обрушить какой-то сайт. Вместо сайта Белого дома, вешивать страницу. Трамп чмо, это, я извиняюсь, почему-то не выпил. Но, это вот удел террористов, кибертеррористов, каких-то активистов. Мне думается, что вот сейчас, в 2017 году, абсолютным безумием можно полагать, что какая-то страна захочет вести агрессивную кибервойну. Потому что... А вас не смущает, что российские депутаты, не будем их называть, чтобы их не рекламировать, признавали, что российские хакеры взламывали... Жень, парламентский помощник Сергея Маркова. Откуда депутаты вообще могут это знать? Константин Голосковский. Начнем с этого. Признался, что он стоял за взломом на странский сайт. И была атака на сайты грузинского правительства и так далее. Да, он был парламентский помощник Маркова. Был еще Стакснет, с которого все началось. Вот, Стакснет, давайте, Стакснет, расскажите Стакснет. Потому что это правда. Это как трахнули иранскую ядерную программу, евреи и американцы с помощью как раз имплантированной этой самой бомбы. Залезли прямо в иранскую ядерную программу. Стакснет, что ли, которая... А она... Это была бомба нематериальная, а виртуальная. Расскажите. Материальная бомба, так называемая. При наступлении некоторых событий, она выключает то, что надо. Ну, она не совсем выключала. Она вносила изменения в технологический процесс. Там стоит центрифуга, которая нужна для обогащения. Ну, она обогащая. И в этой центрифуге определенная частота. Есть технологический процесс. Вирус влиял на скорость вращения. И это был первый и очень тревожный звонок о том, что есть некие объекты критической инфраструктуры, начиная от финансового сектора, заканчивая сетями, электросетями, больницами. Вот недавно была эпидемия Вона Край. Наверное, слышали буквально месяц назад. Больницы в Великобритании остановились. Логистические терминалы остановились. Люди не могли на поезд попасть. Табло там выключилось. Это страшные сигналы. Это был результат чего? Ну, это был результат вируса. Вируса. И в этом смысле, когда мы говорим о кибероружии, оно принципиально отличается от, скажем, атомного оружия. Оно ближе, наверное, к биологическому оружию. Потому что если вылетает ракета откуда-то, специальные органы могут знать, откуда она вылетела, установить источник этого вылета, как она летит, по какой траектории, куда она попадает. Там она взрывается, и остатков этой ракеты не остается. Да, это просто чума такая. А это чума, абсолютно точно. Компьютерный вирус, он больше похож на чуму, которую вот его выпустили, он бесконтролен. Поэтому любая страна, которая занимается агрессивными действиями в области киберпространства, она должна осознавать, что завтра это будет в паблике. И любой 10-летний какой-нибудь кибертеррорист сможет использовать это оружие, потому что оно реплицируется очень легко. Это фактически компьютерный код. Это программа, которую можно скопировать и дальше использовать в своих злых целях. Да, любой может повторить это. И у нас каждый вирус, есть же антивирус. Нет, он пишется потом, он опознает этот вирус по подписи. А вы поменяете... Антивирус это постактивная мера. Антивирусы реагируют на появившуюся угрозу. Поэтому так и ценные уязвимости нулевого дня, потому что от них нет антивируса. А что, невозможно сделать вакцинацию? Нет. Ну, есть определенные технологии. Это снаряд и броня классическое. Ну, Женя, какая вакцинация от удара ножом? Вот какую вы можете представить вакцинацию от того, чтобы порною... Ну, это... Никакую. Сколько в культуре организма? Не закаляй нож, лезь нож. Вы назвали это чумой. Это чума. То тогда эта эпидемия, всякая эпидемия прекращается в результате вакцинации. Женя, там Руслан сказал, любой школьник может взять этот код и переписать его под свою нужду, чтобы заразить свою школу. Хороший, кстати, пример с вакцинацией. Кто сделал прививку, он дальше не заболеет. А еще большее количество... Этим не заболеет. Этим. А заболеет чем-то другим. Будет другой штамм этого вируса. Его можно модифицировать. И в этой связи, вот, все эти рассказы про русских хакеров или про других хакеров, это такие сложные истории. Вот у нас в компьютерной криминалистике самая большая проблема, так называемая атрибуция. Как сопоставить конкретную атаку с определенными действующими лицами. Вот... А вот лично Путин указал, вот то, что написано в разведывательных отчетах, что лично Путин что-то приказал. Это на чем основано? Они говорят, что это данные источника, высокопоставленного источника во властных структурах России. Ну да, ну вы же понимаете, источник мы можем выдумывать сами, если нам не надо выдумывать. Можем, а можем и не выдумывать. Приведу вам пример. Мы недавно проводили расследование, длительное, очень сложное, по группе Лазарус. Эта группа связывается... Мы ее связываем с северокорейскими околоправительственными хакерами. Так вот, они в своих инструментах хакерских использовали, предпринимали специальные меры, чтобы выдавать себя за русских хакеров. Там была кириллица, там были слова типа «получить» или «отправить». Но у них была, видимо, лингвиста не была просто рядом. Поэтому для команды «получить» они на самом деле использовали команду «сент» – «отправить». Эти же хакеры стояли за атакой, например, на Банк Бангладеш, когда они пытались украсть миллиард долларов оттуда. Там тоже язык подвел, потому что в слове «фонд» они сделали ошибку. Английский банк отзвонился обратно в Банк Бангладеш и спросил, вы точно имели в виду то, что хотели сделать? И они успели украсть только 81 миллион долларов вместо миллиарда, которые могли бы украсть. Но тем не менее... Или вот, например, сейчас на «Викиликс» идет большой сериал, там уже седьмой выпуск, инструментария спецслужб США. Вот в этом инструментарии хакерском есть специальные инструменты для того, чтобы выдавать себя хоть за китайский, хоть за российский, хоть за каких угодно хакер. VPN. Выбираешь флажок. Ну, VPN – это один из примеров. Ну, один из бытовых примеров. Тем не менее... Вот Женя ходит на Амазон скачивать видео, ей не отдадут это видео, если узнают, что она из России. Поэтому она стоит VPN, чтобы казаться американкой. К сожалению, мы на этом должны уходить из эфира. Мы и так перебрали уже минуты. Это все было очень интересно. Я надеюсь, что мы еще раз это повторим. А так, до свидания. Всего вам доброго. Благодарю всех, кто участвовал в этом эфире. Услышимся через неделю. Спасибо. Полный альбат.